Вот прислали плотника, не знаю, что будет. Но она не закрывается никаким образом уже, как только не пробовали. Вот деревянная дверь, вот все, все. Она разбухла. А сама квартира сильно пострадала? Не лично. Наталья Михайловна показывает, во что превратилась ее квартира. После дождя она живет на четвертом, то есть последнем этаже. Ремонт квартиры делала в прошлом году. Теперь от него ничего не осталось. В доме с часами женщина живет больше 30 лет. Такая ситуация, по ее словам, произошла впервые. Вот вся кухня залита, вплоть до третьего этажа все льется. Вот с потолка, там под шторы, все везде льется. Это видео женщина записала, как только начался дождь 14 июля. А вот квартира Натальи Шустиковой пострадала не так сильно. Но тем не менее, теперь нуждается в ремонте. Ведер 10 я, например, вытащила. Здесь везде были потоки. Ну вот, хорошо, чтобы давай техника сохранилась. А вот паласы насквозь промокли. Как могла, собирала воду, чтобы хоть соседей не замочить. Ну вот, пожалуй, все. Сейчас уже и родственники помогли. В этом доме сейчас ремонтируют кровлю. Но подрядчик был не готов к обильным осадкам. Крыша была открыта. Итог – два затопленных дома. По Байтурсынову 55 и Чернышевского 111. В основном пострадали только верхние этажи. Вы делаете шахматный клуб. Это сердце нашего города, да? Вам доверили? По идее. Вот как хирургам доверять же, да? Кардиологам. Человек доверяет жизнь. Сердце доверяет. А вы как плохой какой-то студент, который с плохим дипломом пришли и начинаете делать эту операцию. Поэтому, смотрите, никто с этим мириться не будет. От населения я все это выслушал. Мараджан Дубаев отметил, что ремонт в пострадавших от дождя квартирах будет делать подрядная организация за свой счет. Алексей Краснов, Алия Досмагомбетова, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова